привет сегодня суббота и за окном просто изумительная погода и я как дурак ждал два часа пока мне телефон зарядится но зато вся другая аппаратура у меня готова и сегодня я направляюсь на экспозицию морского музея рядом с островом канта куда я ходил в прошлые выходные третий день возводят основание для елки клёво что она будет не живая еще один памятник которого я тут прежде не видел потому что по этой стороне улицы не ходил субботний променад на ленинском проспекте вдалеке виднеется башка робота с правой стороны дома которые я хотел снять получше они принадлежат к той немецкой эпохи которую здесь любят уважают и дорожат ее достоянием весь архитектурный пассаж так сказать состоит из нескольких зданий надеюсь они видят этот кадр уборщиков буквально через один квартал начинается современная часть города это пока историческая часть я честно пока не встречал в другом месте города такого скопления янтарных лавок но вот весь этот ряд аккуратных аккуратненьких домиков на первом этаже содержит себе какую-нибудь янтарную лавку забавно слева от меня находится гостиница калининград самая дорогая гостиница в городе непонятно почему открывается вид вот на такую прекрасную площадь здесь раньше находился королевский замок а сейчас находится вот этот недостроенный кусок непонятно чего справа вдалеке виднеется кафедральный собор куда я ходил на прошлой неделе сегодня же путь мой лежит чуть правее его с позиции музей мирового океана вот уж не знаю в честь чего этот монумент но надеюсь что не в честь браузера интернет экспортер я сейчас нахожусь у здания Ростелекома рядом с которым находится странный монумент в честь браузера интернет экспортер и вот такая странная скульптура техногика который вместе со своим котом смотрит на кафедральный собор скорее всего видимо тоскуя по каким-то старым временам воинам связистам ветеранам связи да не попал тогда причем там буква Е на камне высеченная мне совсем не ясно передо мной находится дворец спорта юность и вот такой монумент который издалека напоминает огромную рыбу с открытым ртом я очень долго думал зачем тут рыба рядом с дворцом спорта но в принципе когда подошел поближе все стало на свои места сейчас я нахожусь в такой неисторической части города как видно здесь современные новые торговые центры какие-то офисные здания и только наименование улиц напоминает о том что это какой-то город с богатой культурой и историей потому что идешь по совершенно обычной привычной улице из пятиэтажек но она например может называться улица Виктора Гюго или еще как-нибудь но это выглядит довольно необычно и только это в принципе напоминает о каком-то культурном историческом наследии в дальнейшем наш путь лежит вдоль дома спорта к берегу реки Преголи издалека может показаться что этот трамвайчик идет по реке Вишера в сторону Витлан но это не так Трансбалтика катает одного единственного пассажира пришли мы вот оттуда на самом деле одна из функций башки робота которую я выяснил для себя это очень удобный ориентир потому что в округе ты всегда можешь ориентироваться глядя на это величественное здание на протяжении всей набережной можно видеть вот такие конструкции я насколько понимаю это элементы которые используются для укрепления берега панорама площади полным ходом идет ремонт памятник установлен в 1978 году в честь первой ледяной экспедиции в Северную Атлантику состоявшейся в июле 48 года пионером океанического лова кто бы мог подумать так рядом с рыболовецким судном стоит вот такой вот интересный экспонат как говорят материал единственный в мире плавучий маяк ирбенский действительно маяк действительно плавучий неплохо эту экспозицию маяки России я видел в Питере и сейчас опять вижу в Калининграде туманный колокол маяка трогать нельзя хочется бахнуть колокол 1885 года постройки это у нас активный руль плавучего маяка условно говоря это такая большая подрулька порт приписки кстати Питер забавно здесь находится здание музея вероятно не могу понять его моют или оно просто само по себе такого цвета такой фактуры очень необычно пришел в нужное место не с той стороны и первоначально наблюдал некую изнанку музейного комплекса я пришел вот оттуда хотя по идее надо туда идти вот она примерно я насколько понимаю центральная площадь этот павильон называется куб воды и перед ним бросается в глаза конечно в первую очередь вот этот вот подводный обитаемый аппарат я уже немного почитал про него и подготовился значит называется он Пайсис он не эксплуатируется с 1988 года но на нем было совершено более 300 погружений рассчитан он на глубину погружения до двух километров и за счет малого веса и достаточно компактных размеров его удалось расположить на научно-исследовательском судне академик Шершов на котором он практически всю свою весь свой срок службы и простоял изготовлен он был в Европе по заказу академии наук СССР в 1975 году надо понимать что сейчас скорее всего технологии ушли далеко вперед и в вопросах строения подобных аппаратов так что данные решения уже наверняка устарели и не являются широко распространенными хотя возможно до сих пор данные технологии используются кстати интересно посмотреть на диаметр подруливающих устройств по сути это обыкновенная подрулька но она установлена на таком подвижном подвижном узле который позволяет изменять вектор трастер юнит это обычное подруливающее устройство на 0,85 кН то есть достаточно маломощное диаметром она ну не знаю где то может быть сантиметров 30 то есть по по меркам современных подрулик это конечно просто малыши наверное в первую очередь здесь не хватает камер конечно комплект этот не полный оснастки внешней поскольку здесь бы все поотрывали не хватает камер конечно я думаю что современные аппараты они напичканы различными устройствами съемки а здесь такого нету но тем не менее чертовски эпично можно даже попробовать заглянуть внутрь особо так ничего не разглядишь но там офигительно тесно так вот занятная история научно-исследовательское судно Витязь стенд есть а судно нет так интересный экспонат переговорный трубопровод стальная труба диаметром 22 см длиной 21 метр открытая с двух концов по таким устройствам передавали речь то есть они служат простейшим устройством связи на кораблях и судах вот здесь есть изображение как выглядит переговорный трубопровод на ходовом мостике ледокола Красин на котором кстати сказать я так и не побывал в Петербурге в научно-исследовательском судне Витязь которое должно быть вот здесь у пирса но его нет до 30 метров по протяженности такие трубопроводы установлены вот и здесь есть возможность покричать такой трубопровод конечно ответ я не услышу потому что я здесь один и никто мне тут не ответит но тем не менее забавное устройство вот такое интересный экспонат который находится здесь на площади это акустический профилограф это устройство которое позволяло строить некую модель дна океана моря использовался в арктических морях применяется следующим образом он буксируется на кабель тросе за судном и отправляет непрерывные сигналы получает ответ отраженный сигнал и ведет запись всех этих данных что позволяет строить некую графическую математическую модель того что находится на большой глубине еще один интересный экспонат гарпунная пушка которая была в действии в состоянии рабочим вплоть до 66 года на одном из судов рыболовецкой флотилии солидный калибр можно сжахнуть так выглядит курок гарпунной пушки экспонат позиция голос океана это такая сфера в которую можно зайти и послушать звуки океана чем мы сейчас и займемся оба 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 хотел бы я такую акустику себе в квартиру это было громко на самом деле я не хочу больше слушать животных потому что они очень громкие поэтому послушаем сонар подводной лодки а Парень меня прогнал оттуда Я долго думал, что это Оказывается, это Железнодорожный мост Который был построен здесь Если я все правильно понял В 1862 году То есть он Очень и очень старый В 1862 году было Одобрено строительство Железнодорожного моста Сейчас он вот в таком состоянии находится И под ним Такая небольшая экспозиция С проектами современных Архитекторов Которые предлагались Видимо на замену Этого сооружения Страшно представить Сколько времени и труда Пришлось Затратить Для того, чтобы Заклепать все эти Бесчисленные заклепки Электромоторы Бережно закрыты Таким материалом Там, судя по всему, были углы металлические Чтобы по них Об них не побились Туристические головы Как, например, вот здесь Так, я вот достиг Такой обзорной точки Хорошей Передо мной судно Космонавт Виктор Пацаев Оно является Действующим объектом Роскосмоса Внезапно Наверное, это единственное судно Которое принадлежит Этой организации Относится к ней Здесь находится такая Приятная Симпатичная башенка С сувенирами И за ней вот такие вот Прекрасные места Для обеда И отдыха Очень уютное местечко Такое Аккуратненько Ограждено от всех И второй столик Вот здесь очень удобно Будь сейчас лето И будь я С едой Я бы, конечно, с удовольствием Здесь пообедал И отдохнул Если посмотреть вдоль судна То можно увидеть Что, в принципе, это и есть Самое начало набережной А вот это Корпус Пак Гаусс Это еще один выставочный Комплекс Музея Мирового океана За моей спиной Находится здание Росмор Порта А здесь же на берегу Находится Судно Порт Контроля Вот такая Панорама набережной Там находится экспозиция Музея Которую мы все прошли Правда, не с той стороны А вот Счастливые экскурсоводы Бегут К не менее счастливым туристам Дальнейший наш путь Лежит через Экспозицию С подводной лодкой Б-413 Наверняка она Является каким-то Дальним родственником Подводной лодки Которая стоит На набережной Шмидта В Петербурге И обязательно Мы сходим Вот к тому Самолету Это, по-моему, Бе-2 Так, и, кстати Куб воды Все-таки Находится, видимо, здесь То, что я видел До этого Вряд ли было Кубом воды Насколько я понимаю Все обычные Экскурсии Начинаются отсюда По Большому количеству Автобусов Я сделал такой вывод И тут же Запнулся О какую-то фигню Рядом с Созданием Куб воды Находится Сверхмалая Подводная лодка Это младший брат Вот того Дизель-электрического Проекта Смотрите, какая Маленькая Я сначала подумал Что это просто Какая-то бомба Типа А это Сверхмалая Подводная лодка Тритон Проекта 907 Позволяет Погружаться На глубину До 40 метров Но надо быть Конечно На всю голову Отбитым Чтобы залезть В такой Одноместный Снаряд Из-за ремонта Который ведется На площади Многие экспонаты Поменяли Свои местоположения И доступ К ним сейчас Закрыт Из-за того Что повсеместно Меняется плитка Но Я думаю Что Я сюда еще вернусь В составе Своей прекрасной Семьи И мы здесь Замечательно Проведем время Впервые Я здесь Вижу Какие-то Орудия То есть Все было Какое-то Более-менее Исследовательское А сейчас У нас Реактивная Бомбометная Установка Глубинные Бомбы И все Такое Прочее Это Кстати Целая Рубка Видимо Какой-то Подводной Лодки Все под замком Но мы можем Заглянуть туда И увидеть Что это Самый необычный Склад Для хранения Хозяйственных Вещей Да Поначалу Я говорил Что мало Народа Но на самом деле Порционно Приезжают Довольно Большую Группу Лидей Причем Как русскоязычных Так и Иностранцев Дальнейшее Наше Продвижение По набережной Невозможно Ввиду Ее Отсутствие Продвижение 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 Продвижения Продвижение